Довести экспорт говядины к 2015 году до 60 тысяч тонн. Такая задача стоит перед сельхозтоваропроизводителями из Актюбинской области. В одном из районов региона уже приступили к ее реализации. В местных хозяйствах насчитывается 27 тысяч голов крупнорогатого скота. Но поголовье растет, в том числе за счет племенных быков, приобретаемых в рамках программы по развитию АПК. Лейла Ауесова продолжит. Актюбинские животноводы столкнулись с необычным дефицитом. Не хватает быков-производителей. Решить эту проблему взялись в Алгинском районе. Недавно сюда из соседней западно-казахстанской области завезли 48 голов казахской белоголовой. Полуторагодовалые бычки сейчас на карантине. Хорошо, что в нашей стране реализуются такие полезные программы. Мы можем купить то, что дорого, но необходимо. Мы видим результат. Наши коровы начали давать хороший приплод. Телята рождаются крупными и здоровыми. Племенные быки помогут улучшить потомство беспородного скота в подсобных хозяйствах региона, говорят ветеринары. Летом рогатых самцов выпускают в общественные стада. Есть спрос, что побольше быков еще таких. В прошлом году мы взяли 10 быков, в этом году еще 10 голов. Приплод есть. Улучшается и воспроизводство, и молока, и мясо. В прошлом году Жумабай Дуюсов приобрел в лизинг 42 белоголовых бычка. Каждый обошелся в 350 тысяч тенге. Первые два года государство дает субсидии на содержание племенного скота и безвозмездное оплодотворение маточного поголовья. До этого участник государственной программы СБАГА брал льготный кредит на покупку дойных коров. Сейчас вся семья занимается производством молока и мяса. За три года мы увеличили поголовье в пять раз. Производство наладили, вот только со сбытом проблемы. Вынуждены почти даром отдавать продукцию перекупщикам. Молоко по 60 тенге за литр, говядину за 700, а на рынке цены гораздо выше. Перед отечественными сельхозпроизводителями поставлена серьезная задача довести экспорт говядины к 2015 году до 60 тысяч тонн. В Алгинском районе сейчас 27 тысяч голов крупнорогатого скота. Теперь с новыми племенными быками здесь ожидают улучшения породы и высокой продуктивности. По мнению фермеров, новое потомство будет весить не менее полутонны. Поголовье крупнорогатого скота в Актюбинской области с каждым годом растет. В регионе успешно внедряются программы по развитию агропромышленного комплекса. Единственные актюбинские фермеры просят наладить рынок сбыта, чтобы товар попадал к потребителю, минуя перекупщиков. Лейла Уэсова, Александр Степаненко из Актюбинской области.